МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Олега Табакова. Что народный артист подарил Марине Зудиной в день бракосочетания? Это, в общем, фактически наша свадьба с Олегом Павловичем. Чем сейчас занимается его старший сын Антон? Ну, выражение лица у него не очень недовольное. Не то, чтобы он одобряет. Почему младший сын Павел редко публикует фото папы в социальных сетях? Это то время, когда я еще толстый был. Какое-то это лето, ты чего? И как Олег Табаков шутил над Евгением Евстигнеевым? Все. Кто там? Свои. Свои? В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать. С ума сошел. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом «Семейство табаковых». Наверное, я должен был сказать табаковых зудиных, нет? Я в меньшинстве, поэтому можно табаковых. Без обид? Без обид. Хорошо. Начинаем тоже, что без обид. Не знаю, как звали вот в этот период, Олег Павлович, лёлик. Сколько здесь лет? Думаю, здесь года три-четыре. Так. Мне кажется, пять. Нет. Нет, так не выглядит солидно. Это я ещё на горшке. А не видно, кстати, что ты на горшке. Вот парень, к новому делу учится. А, Кобелик. Здравствуй, здравствуй, друг. Эх, каким он у тебя молодцом вымахал. Женишок он у нас. Павел Олегович, когда мы с вами беседовали несколько лет назад, я с удивлением узнал, что вы маму называете не мамой, а по имени. Да. Чем мотивируете? Ну, теперь уже не только мама Марины Вячеславовны стала. Вместо Марины, наверное, теперь Марина Вячеславовна. Вот. А папа теперь стал Олегом Павловичем. Теперь он наш руководитель в театре, поэтому, в общем, понятно, да. Не очень обращаться. Мария Олеговна, вас как называют в семье? Маша, Машенька. Немного вариантов. Я Марии зовут часто. Маруся. К вопросу о Марии. Мне сказали, что вот эту фотографию Марии Андреевны вы не видели никогда. Это правда? Я не видела тоже, да. Знаете, откуда досталась она? В Кужино-Венерологическом диспансере города Саратов. Да. Там был юбилей, вот, и они вот нашли вот эту фотографию, мы у них добыли. Я, честно говоря, когда появился проект под названием «Мария Олеговна», подумал, что именно в честь бабушки ее назвали. А потом прочитал одно интервью, что вы хотели назвать Полиной. Да, у нас, знаете, как совпало интересно. У Олега Павловича отец Павел и мама Мария. И, поверьте, не было желания называть, вот, у меня, в честь родителей Олега Павловича, надо было имя, чтобы было созвучно отчество. Ой, 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 ой. Кто же мне? Король! Жан-жан! Ты какой дурацкий! Тогда, значит, у тебя дурацкая. Ой, почему это мы не дурацкие? Когда еще Павлик не родился, я Олега Павловича спросила, вот, я вот так вот думаю по поводу имени Илья или Павел? Он говорит, Павел. Я говорю, ну, да, наверное, Павел. И, ну, мы не привязывались, мы не обсуждали, что мы хотели в честь кого-то называть. Но так совпало, значит, так должно было быть. А с Машенькой тоже было. Я действительно, мне очень нравились имена Ульяна, Полина, они такие мягкие. Но когда я уже была беременная, я поняла, нет, она не Ульяна, она не Павел, она Мария, вот, вот, Мария. Но это, опять-таки, у меня не было связано с тем, что это имя мамы. Я, честно говоря, задачен, потому что я был уверен, что Павла как раз назвали в честь Павла Кондратьевича. Может быть, Олег Павлович внутри так формулировал? Это фотография военного периода. Это он начальник санитарного поезда 41-80-70. Да, у вас же вообще медицинская семья, и мама рентгенолог, и папа врач, а сын вдруг решил... Я когда читал стихи лежачим больным, мама была заведующим корпусом, и когда я кончал читать, они дружно вставать не могли, они лежачие были. В тумбочках долго-долго там добывали. Самый дорогой был это кусочки рафинада, они были в махорке. Но это самые, пожалуй, повыше награды-то вот, нежели то, что там на пиджаке. Вот это я хочу, чтобы фотографию посмотрели дети и попытались угадать, кто изображен, Мария Олеговна. Что это за фотографии, потом брату передай, чтобы он писал. Мария Олеговна, никаких ассоциаций совершенно. Честно, оказывается, и отец, и я, и Пашка родились в августе. А это, я думаю, из Саратовского дворца пионеров. Да, это Эли Нодель. Это Слав Каниферов, царство его небесное. Это драм-кружок, да? Да. А вы помните, как вас взяли в драматический кружок? Меня не в драм-кружок брали. Чтобы уберечь меня от пагубного влияния улицы, мама отвела меня в шахматный кружок. И я там сделал некоторые успехи. Наслужился до третьего разрядом. Да, Павел Олегович, а вы играете в шахматы? Я проигрываю, Олег Павлович, в шахматы. Ну, это понятно, это премия. Но Олег Павлович в танцевальный кружок ходил. Ты в драматический попал уже из танцевального или из шахматы? Какого из танцевального? Это там любимая была в танцевальном. Куда ты танцевал? Ну, я танцевал просто потому, что любил ее. А так я бы, наверное, не смог. В любви! Знаю токсику свою! В этом деле, как в бою, пишет галант их я веду! А вы сможете произнести фразу пролетарии всех стран соединяйтесь? Пролетарии всех стран объединяйтесь. Вам вот, я думаю, сухостава не взяла драм-кружок. Так я знаю, это и был принят в драм-кружок. Кризис кадровый испытывал, так сказать, драм-кружок. И Наталья Осина пришла к нам, посмотрела на нас, стояло человек, наверное, 12 на сцене. Сказал, ну, вот ты, мальчик. Ну, скажи, пролетария взяла, соединяйтесь! Я сказал. И она сказала, ну, голосишка, конечно, так себе. Ну, ладно, возьму. Товарищи! Всенародный театр-эксперимент искусства революции Боссом начинает бесплатное представление! Марье, ты бываешь у папы на работе? Да, конечно. Нравится? Да. Будешь там работать? Да. Точно определилась уже? Да. Возражений ни у кого нету? Что это у вас, как бы, не договорились друг с другом? Я считаю, что у нас должен быть один человек, который будет нормальной профессией. Вы считаете, что профессия ненормальная семья? Она нестабильная. Нестабильная в чем? В том смысле, что зависишь от начальников? Нет, она просто нестабильная. А вот я помню, в одном из интервью я читал, было сказано, что Мария пойдет по стопам отца. А странно, что не... Вот казалось бы, да, что она девочка, а должна была сказать по стопам мамы. Почему так было сказано? Почему? Потому что мама не воспринимается, как актриса? Не на все спектакли она ко мне ходит. Получается, я с новым репертуарем, немного спектаклей, на которые я могу привести ребенка. Я просто хочу показать вот эту фотографию, это дебют Маши на сцене МХТ. Это она первый раз говорила текст, она очень волновалась. Это был юбилей Олега Павловича. А с кем вы здесь, Мария, вы помните? Игорь Золотовицкий. О, то есть вот так мы в материале. То есть он его фактически вывел на сцену, то есть сценический крестный папа получился. А почему, кстати, вы были против? Он конкуренции боится. А, в этом смысле. Ну как же, девочки, мальчики, конкуренции. Нет, ну Машка-то вряд ли будет играть мужские роли. А почему, если у нее отец сыграл женские? Внимание! Я выхожу! А вот к вопросу обо всяких таких, условно говоря, розыгрышах. Зачем вы давали Истегнееву руку, намазанную или маслом, или вазелином на сцене? Нет, ну это по заслугам получил. Был там спектакль такой в театре, он назывался «Продолжение легенды». Я там играл московского мальчика из интеллигентной семьи, который влюбился в девушку. И девушку звали Юна. И там была сцена такая в спектакле. И Женюрка взял из спектакля по пьесе де Филиппа Винченцо де Притуре. Мы там играли святых, и на нас такие были нимбы со стекляшками. И он надел этот нимб, но только он был ко мне лицом, а к зрителям спиной, так что зрители этого не видели. Сложил его так руки и сказал, «Легенька, я юно!» «Хулиган!» «12 долларов!» Ну вот в ответ, значит, я загреб вазелину, вот так вот и говорю, «Здравствуйте!» Мы веселились как могли. Марина, а вам приходилось когда-нибудь в театре кого-нибудь разыгрывать подобным образом? Нет. У меня таланта к этому нет. Добрый интеллигентный человек. А Павел как-то вот хохотнул, мне кажется, что... Нет, не знаю. Нет, я просто вспомнил еще одну историю, связанную с «Современником», что был спектакль, я не помню, как он называется, когда у Олега Павловича была очень маленькая роль, он просто сидел, сидел, а там обсуждали то ли похороны, то ли еще что-то. А ты от нечего делать в какой-то момент начинал просто ковыряться в носу и об стол вытирать козявки. И все же смотрели... Ого! Вот это история! Не на Стегнеева, который что-то играл, а на тебя уже. Был такое? Я хочу, чтобы не ногтей его. Это же комментарий. Здесь было. Сардовольные люди всех стран будут благодарны нам за то, что вы рассказали об этом поступке. Я хочу вот фотографию показать дочери и спросить, узнает ли она Мария Олеговна. Знаете, кто на этой фотографии изображен? Папа. Ну, вот странно было бы, да, хорошо. И все? Не узнаем? Жизнь. Уже узнала, узнала. Он передал нам специально для сегодняшней встречи эту фотографию. А вот эту фотографию передал ваш ученик, Саша Мох. Любимых учеников, наверное, нет. Туда есть плеяды, которые вы можете озвучить, а вот назвать одного или двух или трех нет возможности. Это нельзя делать. Я тоже хотела сказать, наверное, не педагогично. Не надо. Они знают, кто они, когда выходят на сцену. Всегда? Ну, если мозги есть. Голова работает, конечно. В ваших руках будущее синематографа. Окей, мистер.